Представим вам сервис контроля мобильных сотрудников StartControl. Основная идея сервиса это автоматизировать и организовать эффективную работу выездных сотрудников. Проработать с выездными сотрудниками часто случаются такие проблемы, как безответственность мобильного персонала, ручное формирование маршрутного листа, трудности в коммуникации с клиентами и самое главное, много, очень много ежедневной бумажной отчетности. Наш сервис предлагает следующее решение. Полный контроль за мобильными сотрудниками, отслеживание их на карте, чат с мобильными сотрудниками, оперативное дополнение задач, документов, запись звонков и разговоров с клиентами. Персональный кабинет для клиентов, которые не смогут отслеживать этапы сотрудничества с вами. И также полностью электронный документ оборот. Все отчеты, отчеты о расходах, отчеты о посещении точек, о качестве работы заполняются в мобильном телефоне в андроид-приложении у сотрудников. Среди конкурентов мы выделили популярный западный сервис MyMobileWorkers. Он функционален и стоимость услуг начинается от 25 фунтов сервисов за одного мобильного сотрудника. На украинском рынке присутствует сервис Яварь Мобайл. В России есть функциональный сервис Мобильфорс, но его особенностью является то, что он не является веб-сервисом, а как дополнение к 1С-преприятиям. Наши конкретные преимущества можно оценить по таблице заменения функционала. Как видим, сервисы из СНГ представляют базовый функционал. Сервис MyMobileWorkers не предоставляет таких функций, как чат, запись звонков, учет расходов и аналитику. Основные риски в проекте являются риски на оборудование, поэтому они решаются эффективным, работным настройкой инфраструкции. Наша команда состоит из четырех человек. Я, как архитектор сервиса, также два веб-разработчика и один андроид-разработчик. Закончили разработку сервиса буквально месяц, поэтому финансовых показателей, к сожалению, нет. Среди элементов монетизации можно выделить много пунктов, основные из которых это оплата за лицензию с одного из нового выездного сотрудника, оплата за дополнительное место на диске и оплата за модули, которые будут дорабатываться. Для чего нужны инвестиции? Для доработки запланированного функционала, на закупку оборудования и, что очень важно для нас, это помощь в выходе на украинский завод на рынок. То есть больше ищем таких опытных людей, которые работали с подобными проектами. Спасибо за внимание. А сумма инвестиций? Сумма инвестиций, наверное, будет зависеть от стратегии выхода на рынок. Например, это более актуально обсуждать. Испугать ее аудиторию. Минимальный чек. Ну, если на доработку запланированного функционала, я оцениваю, но необходимо еще. У нас не готова запись звонков и некоторая аналитика. На эту доработку надо еще до 3-х месяцев. Если брать среднюю зарплату программистов за 1500 долларов, это получается около 20000 долларов. Оборудование будет стоить до 10000 долларов. У нас есть вариант работы с Microsoft Azure. Там, возможно, подпадаем программу BSTAR, где не бесплатно его поставить. Для этого можно будет сэкономить. То есть порядка 35-40 и выше. Ну, возможно, многие расходы будут именно по маркетингу, по характеристикам. Это не считаю, да. Пожалуйста, вы не первый вопрос. Скажите, пожалуйста, вы свою гипотезу проверяли? Какую именно гипотезу? Ну, от этого сервиса. А, по умерзам с оборудованием. Вы с кем-то общались? Да, да. То есть у меня на данный момент... Как я к этому пришел? Пару лет назад у меня был не вошел интернет-магазин, в котором у нас в некоторый период работы до 10 мобильных сотрудников. Там я ощутил основную... Все основные сложности работы с курьерами в данном случае. Потом, когда сейчас я занимаюсь IT-компанией, мы разрабатываем сайты, нам зато поступило два заказа по кратку контролю мобильных сотрудников. Один из России, второй из США. Из России заказ мы не согласовали до конца, но из США мы его доделали, где-то или там была более упрощенная версия, чем то, что сейчас мы представили. То есть проблема на рынке действительно есть, заказы поступают и... В Украине сейчас договорились о тестировании в Карабас, сервис, конкурсирование и доставке билетов на театрные мероприятия, интернет-магазин Studio Fashion, интернет-магазин КА-20. И еще переговоры с представителями из Семейска, они как компания занимаются услугами мероприятий, например, там перестановлены, а там просто термарки там. Вы знаете, что в Украине есть 20 аналогичных проектов. Есть софсервы, сфорс, который закрыл большинство большинства компаний, торговые объединения, у нас есть еще 30 мобильных дат, которые не столько сейчас, в Android и в iPhone, которые, в принципе, один в один, на вторые в том, которые один в один закрывают вашу секунду наоборот. То есть вы уверены, что вы можете конкурувать в Украине и Россию? Да, вам очень честно говоря, функции, например, тоже записи звонков с клиентами и комплексно, чтобы это было все представлено в одном веб-сервисе. Терересофт. Терересофт клиент мобильный. В принципе, у DNS половина клиента таки есть мобильный. Плюс там полная интеграция с учетом вот такой системы. У вас, по сути, у нас віддвинено информационное поле. Вы постановите продукт в иншем информационном поле, который требует интегрувать еще с информационным полем. То есть каждое дополнение с 1С, который работает, крупный клиент с ними постоянно работает. Им, возможно, так удобно. То есть я не спортусь. То, что конкурент есть, я где-то так хорошо. Мы готовы с ними конкурировать и работать. Я считаю, что у нас комплексное решение в виде веб-приложения и в виде андроид-приложения, которое может закрыть всю... Все бизнес-процессы по мобильным технологиям. Я на основной казачок-казачок-казахсту. Время вышло. К сожалению. подключение